ДТП с летальным исходом накануне произошло на дороге на Рейнмар-Красное. Перевернулся кроссовер. В сауне находилась семья, трое человек, в том числе ребенок. Погибла женщина, 88-го года рождения. Что послужило причиной трагической аварии, сейчас выясняют правоохранительные органы. Сами же водители считают, что одним из факторов могло стать качество дорожного полотна. С мнением автомобилистов, согласно активисты ОНФ, как раз накануне фронтовики выехали с рейдом на грунтовую транспортную артерию. Репортаж Алины Волчийской. Первая остановка на шестом километре Лаевожской дороги. Именно здесь заканчиваются бетонные плиты и начинается так называемая гравийка. Здесь же первое опасное препятствие для водителей. Рядом со съездом приличных размеров яма. Один из проблемных участков – это съезд бетонного полотна. Вот мы с вами видим, что этот съезд не соответствует требованиям. То есть она ниже порядка 10 сантиметров, чем от полотна. Соответственно, повышается аварийная ситуация на дороге. Дальше начинается самая трудная часть пути. Езда по дороге, усыпанной крупным щебнем, удовольствие не из приятных. Машину трясет, местами даже подбрасывает. Следующая остановка уже на 10-м километре. Красновская дорога – дорога гравийная. Потому самую большую опасность для автомобилистов представляют огромные булыжники. Такой вот гравий убивает подвеску. Ну а камни поменьше могут отлететь в рядом идущий транспорт. Причем такие случаи далеко не редкость. В автомобиле Ивана Родчева буквально за несколько минут до записи этого интервью отскочил камень. Теперь на лобовом стекле красуется трещина. Трясучка, надо лучше чистить предствуем. Это как будто стиральная доска. Камни летят. Да, камни летят. Камень вот летел встречный, и вон даже самое стекло. Эти 48 километров – единственная для красновцев возможность попасть в окружную столицу по суше. А выбираться в Нарьинмар вынуждены едва ли не половина жителей поселка. Едут на работу, учебу или за медицинской помощью. Поэтому и вынуждены рисковать каждый раз и своим автомобилем, и собой. Подвеска разлетается в хлам, месяц не проходит. Поддон можно пробить, без масла остаться, вообще без двигателя. Такая трясутся, руки трясутся, отъезды. А как вот вы считаете, почему от такого плохого качества? Качество неплохое, надо грядировать почаще. Вот нормально. Убивают машинами. Да. Чаще надо... Или плиты ложить, или асфальт – одно из двух. Асфальт на Красновской трассе – это, конечно, из-за разряда фантастики. А вот грейдирование – реальный эффективный способ по выравниванию покрытия транспортной артерии. Только вот по словам автомобилистов, последний раз спецтехнику дорожников здесь видели с полмесяца назад. А то и раньше. Сегодня мы видим, что дорога, ну, она не очень хорошая, но она очень-очень плохая. И, как говорят жители, уже на протяжении нескольких недель по дороге не ходил грейдер. То есть вот те работы, которые должны проводиться для ее поддержания в нормальном состоянии, это грейдирование, оно не проводится. Из этого такие ямы, гравий и все прочее. За дорогу до поселка Красное отвечает Нарьинмар до Римстрой. Фронтовики уже выясняли у подрядной организации, по какой причине на межмуниципальной трассе должным образом не ведутся работы. Нарьинмар до Римстрой пояснили – сломался грейдер. Сейчас активисты ОНФ намерены обратиться в органы власти, чтобы вопрос по качественному содержанию транспортной артерии решился как можно скорее. Алина Волучейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север».